Девушки отдыхают Девушки отдыхают В красном углу ринга Женщины Оксана Баркане Ведущая, основательница медиапроекта Просвет ТВ Елена Бурина Руководитель Центра Женского Развития Сексолог Ксения Ткаченко Бизнес-леди Многоодетная мама В синем углу ринга Мужчины Сергей Минчик Телеведущий, кандидат филологических наук Доцент КПУ имени Вернадского Сергей Стригунов Стилист, парикмахер Вадим Иловченко Атаман Крымского Окружного казачьего общества Первый раунд Бой с тенью Правила первого раунда Задача участников двух команд Отвечая на мой вопрос Максимально коротко и ясно Разъяснить свою позицию по теме На это каждому из вас дается ровно 30 секунд В споры не вступать Для этого будет отдельный раунд В ринге запрещено Использовать нецензурную лексику И физический контакт Все, что не запрещено, разрешено Но я не советую вам отклоняться от темы Нарушать регламент И без причины переходить на личности За ходом поединка Буду следить я и судейская коллегия Ольга Войновская Психолог, доцент кафедры психологии И психофизиологии КФУ имени Вернадского Хвича Хасая Мастер спорта международного класса По пауэрлифтингу И редактор телеканала Крым-24 Дмитрий Михайлов Все нарушения учитываются При вынесении итогового решения Вы готовы? Итак, мы начинаем В ринге все решения принимаю я Кому выступать первым? Ну, сегодня начнут женщины У каждой из вас есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос Женщинам уже давно даны такие права, как мужчинам Что вам мешает покорить мир, кроме собственных предрассудков? Пожалуйста, Оксана Ну, я считаю, что мир покорить Никогда никому нет границ И как мужчинам, так и женщинам Я считаю, что если все правильно в семье Установить правила Можно и женщине добиться успехов, и мужчине Главное их правильно разграничить Для меня я считаю, что 70 на 30 Все-таки мужчина 70% должен завоевывать А женщина на 30% также поддерживать И вести свою линию Вы за равноправие? Не совсем Спасибо Итак Я считаю, что мы уже и так занимаем достаточно большие лидирующие позиции И очень много профессий, которые были раньше мужскими Женщины стали сейчас очень много осваивать Поэтому равноправие между мужчинами и женщинами, оно должно быть Поскольку в 2017 году женщина немножечко утратила свой статус именно как женственная А стала товарищ, друг, соратник и брат Поэтому сейчас только равноправие А я тоже за равноправие считаю, что и мужчина, и женщина занимают одинаковое положение Да, в существующем мире И единственное, что мешает женщине выйти в лидирующую позицию Это мнение мужчин, которое большинство остается с тем, что женщина домохозяйка Женщина должна сидеть дома И не стоит тебе лезть в политику, не стоит тебе возить машину Не стоит тебе ничего делать Сиди дома и ничего не делай, я сделаю сам Но на самом деле это все не так И мужчины только думают, что они все могут А могут все женщины Спасибо, теперь ваша очередь, мужчины Итак, мужчины создали современную цивилизацию Почему же сейчас вы раз за разом сдаёте позиции и превращаетесь из альфа-самцов в потребителей, созерцателей и маменькиных сынков? Вадим? Я как бы не согласен с вашим вопросом, почему мы сдаём свои позиции В природе существует масса тому примеров и доказательств, что всё-таки лидирующая позиция занимает мужчины Потому что вежливые человечки, люди в зелёном, всё-таки были мужчины Потому что боевые пловцы, это всё-таки мужчины Потому что водители многих боевых машин, это всё-таки мужчины Потому что пилоты всей нашей авиации, это всё-таки военные авиации, всё-таки мужчины Поэтому говорить о том, что мужчины издают свою позицию, преждевременно Что скажете вы? Я считаю, что сила женщины — это её слабость Поэтому женщина должна быть мозги, а мужчина — это движение Сергей? Я считаю, что признак слабости — это делить вообще людей на женщин и мужчин Потому что с точки зрения биологии мы принадлежим к одному биологическому виду И когда мы делим людей на мужчин и женщин Это равносильно тому, чтобы делить людей на признаку национальному или расовому Здесь попахивает социально-бытовым фашизмом Я против этого, я за то, чтобы женщины и мужчины в первую очередь думали о том, что они люди А уже во вторую очередь, что они мужчины либо женщины Спасибо, итак, время первого раунда истекло, теперь слово суде Итак, Витя, что скажете вы, женщины на данный момент Испытывают какие-то ущемления, затруднения со стороны мужчин? Наши прекрасные девушки не испытывают такого Хорошо они сказали, конечно, но я всё-таки склоняюсь на ту сторону Вы поддерживаете мужчин? Да Ольга, а что вы скажете? Всё-таки стремление к феминизму — это плохо, это болезнь или нет? Вы знаете, во-первых, хочется сказать, что в первом раунде, конечно, лидируют мужчины Несмотря на то, что у женщин, конечно, есть где разгуляться в смысловых полях Но мужчины лидируют и аргументами, и позициями, и велелечивостью своей Я надеюсь, что женщины всё-таки разбегутся И сегодня я больше на стороне мужчин Спасибо Скажите, в казачестве какие законы? Принято ли там спорить с женщинами? Как это вы делаете сегодня? В казачестве вообще нет места жестким установкам для женщины Женщина среди казаков пользуется правом, большим уважением, большим авторитетом Но выказывать своё мнение она может только лишь через мужчину Либо через родственников, либо через какого-то поручителя Но обязательно среди казаков Понятно То есть сегодня там должны были находиться мужчины Сергей, а теперь у меня к вам вопрос Вы освоили всё-таки женскую профессию парикмахер-стилист Но при этом считаете, что миром правят мужчины Как так может быть? Мне кажется, это не совпадают две позиции Я не согласен с вами, что это женская профессия Мне кажется, большинство всё-таки это женщины освоивают Женщина это делает хуже, чем мужчина Мужчина лучше видит, чем женщина И больше разбирается в красоте Сергей, ну вот вы также придерживаетесь позиции, что этот мир принадлежит мужчинам Значит, наверное, в своём коллективе вы женщин угнетаете Я придерживаюсь другой немного позиции Что этот мир принадлежит людям И я стараюсь никого не угнетать до тех пор, пока за мои взгляды не угнетают меня Если это мужчины, женщины, мне не важно кто это Я защищаю себя И в этом смысле, да, мне приходится и держать удар, и иногда давать сдачи Именно женщинам сдавать сдачи? Иногда бывает и такое Спасибо Ксения, мужчины настроены воинственно сегодня Говорят, что дадут сдачи Вы как думаете, какой будет результат сегодня? Мужчины не посмеют дать сдачи Потому что мы всё-таки прекрасный пол, а не слабый пол Елена, ваши аргументы в сегодняшнем споре с мужчинами Как вы думаете, может, кого-то сможете на свою сторону переманить? Я думаю, конечно же, мы всех перетянем на свою сторону Потому что мы женщины, мы нежные Мы за гармоничные отношения и за семейные ценности, конечно же Кто, на ваш взгляд, больше всего из соперников поддаётся убеждению? Кто не выдержит сегодня? Ну, сложно сказать Мужчины, конечно, у нас такие попались Ух, сложно с ними будет нам сегодня Но я думаю, что Ну, вот как-то позиция, может быть, Сергея Я думаю, что мы его как-то Может быть, за счёт того, что он обладает женской профессией Он общается много с женщинами Вот как-то мне кажется, что мы его можем как-то вот к себе Ну, не то чтобы к себе, у него правильная позиция И я считаю, что всё сложится хорошо Спасибо, посмотрим Итак, в первом раунде Общим решением судей Победа отдаётся команде в синем углу Мужчинам Счёт 1-0 Второй раунд Глухая защита Итак, правила второго раунда Я задаю вопросы каждому из вас по очереди Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным Итак, поехали Оксана Русская женщина сильна исторически В Советском Союзе женщина так вообще ударница Она не в примерочной, не с бокалом на вечеринке Она на тракторе А что умеете сегодня вы, кроме того, как рассказать об открытии очередного ресторана? Ну, я хочу сказать, что раньше это был трактор А сегодня это другие инструменты для того, чтобы показывать Ну, точнее, зарабатывать деньги, трудиться и так далее Мир поменялся, тем более, если брать 25 лет назад, что нужно было женщине Просто, чтобы мужчина зарабатывал деньги, кормил свою семью Сегодня вы готовы зарабатывать сами, вам не нужен мужчина? Нет, абсолютно, мужчина нужен, однозначно Потому что мужчина для стратегических и больших целей А женщина для своих творческих, для своих каких-то «хочу» В каких целях вы мужчину используете обычно? Мужчина, который должен использовать Ну, вы же говорите о том, о стратегических целях Ну, стратегические цели – это масштабирование бизнеса Это деньги Да, это деньги, это жилье, это автомобили и так далее Потому что, допустим, я лично считаю, что я на это не должна зарабатывать То есть для вас мужчина – это просто средство? Ну, конечно же, для любви Ну, любовь как-то там где-то Нет, 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 любовь – это основа Без любви он от этого всего не добьется Потому что его нужно вдохновлять Потому что все эти созидательные моменты, которые происходят в семье Это все равно благодаря женщине Вы замужем? Да Ваш муж строитель? В строительной сфере, да Так а где же равноправие? Вы на вечеринках, а он строит А самой взять в руке? Строить? А почему нет? Ну, это же совсем не по-женски Вы считаете? Я строю фундамент, я строю основу Но я делаю это по-женски Я делаю это в своем женском бизнесе Да, это микрофоны, да, это сцена Да, это события Но это женское Это то, что дает мне вдохновение То, что дает мне творчество, силы Чтобы я приходила домой и говорила Как у меня было все круто Как у тебя, у тебя все хорошо? Ну, и как я могу строить дом и говорить, что я там пришла А у меня просто ноги, спина все болит Ну, это же, ну, это нелогично То есть ваша работа сегодня – это, по сути, тусоваться, правильно я понимаю? Это вдохновляться И получать творчество Коктейлями? Нет, я не пью алкоголь, если что Это просто вдохновение Если мы вдохновленные, тогда мы можем вдохновить своего мужчину Если мы будем заниматься тем, что каждый день мы будем ходить Ну, я не хочу никого обидеть Ну, там, на какую-то государственную должность Там с 8 утра до 9 вечера Ну, может быть, кому-то это вдохновляет Допустим, меня вдохновляют другие моменты Это общение с людьми Ну, для вас ближе вечеринки, чем постгослужащего Это я поняла, да Ну, вы просто очень так все интерпретируете у меня Ну, вы же этим занимаетесь Меня с вечеринками, но у меня есть и дневные события Поэтому я не хочу относить себя к вечерней, а вечерние события не веду Не занимаюсь и в клубах не тусуюсь Вечером я дома возле своего мужчины Поэтому... Спасибо Итак, Сергей, вы у нас заядлый холостяк В свои 35 Весь отданы работе Науке, но никак не личной жизни Вы боитесь Встретить женщину умнее вас Или вам не дают довериться какие-то детские комплексы? Спасибо за вопрос Во-первых, я не заядлый холостяк Сразу хотелось бы поправить Я убежденный холостяк И это немного разные вещи Почему? Объясните, да Я прямо сейчас это сделаю Да, убежденный холостяк Он занимается тем, чем занимается Исходя из... Занимается чем? Он ведет самостоятельный образ жизни Не предполагающий строительство семьи Если вот так вот подробно отвечать на ваш вопрос То есть меньше дыма, больше толка, я поняла Когда как и по-разному Вот получается, ну вот возвращаясь к теме убеждений Отмечу, что я убежден в том Что люди, которые не способны иметь семью Не должны ее строить Я видел очень много мужчин, которые не способны иметь семью Но строили ее При этом эти семьи какие-то разваливались Какие-то нет, но они были несчастными Я видел женщин, которые не способны Вы не смогли в своей жизни построить семью, Сергей? Я видел женщин, которые не способны Вы не смогли в своей жизни построить семью, Сергей? Я на данный момент считаю, что в моей жизни семье нет места по разным причинам, поэтому я, исходя из своих убеждений, не буду пытаться тратить свое или чужое время для того, чтобы эту семью построить. Здесь может быть есть что-то рациональное, вам просто жалко денег, вы экономите на женщинах? Я экономлю в этой жизни на всем и на всех, иногда даже на себе, но дело не в деньгах, дело во времени, в силах, которых у меня не очень много, и по разным причинам я решил, что пока в моей жизни не закончился этап, связанный с творчеством. Я в настоящий момент пытаюсь все свои силы и время потратить именно на творчество. Это не говорит о том, что рано или поздно я не почувствую себе упадок сил, который заставит меня пересмотреть мои... Тогда вы вспомните о том, что женщины, вот они, они существуют. Которые заставят меня пересмотреть свои убеждения и... Может, у вас какие-то трудности перевода с русского мужского на русский женский, вы не думали? Которые заставят меня пересмотреть убеждения и, наконец-то, перейти к строительству семьи. И теперь, что касается детских комплексов, о которых вы говорили, и о женщинах. Женщины прекрасны, да, за исключением тех случаев, когда они начинают говорить вещи, которые угнетают мой слух и противоречат моим представлениям о женщине. Неправильно ставят ударение или что для вас? Дело не в ударениях. Не знаю, что такое Грибоедов, имя, отчество. Вы знаете, дело не в ударениях и не в Грибоедове. Дело в понимании женщины, женщиной или женщиной. Вы боитесь женщин, Сергей? Своего места в этом мире. И, к сожалению, я очень много часто встречаю людей, не только женщин, но и мужчин, которые не понимают свое место в этом мире, а их место, на мой взгляд, я же убежденный холостяк, у меня есть убеждение, как вы подчеркнули, нет, вы подчеркнули то, что я заявляю. А ответ на вопрос у вас есть? Вы боитесь женщин, Сергей? У меня есть ответ на вопрос, я продолжаю в настоящий момент на него отвечать. Я не боюсь женщин, потому что они не вызывают у меня страх. У меня вызывают отвращение некоторые вещи, которые я слышу и от мужчин, и от женщин. В частности, это касается тех случаев, когда люди пытаются поделить людей на первый и второй сорт. Такая картина, Сергей, она плетит вам, вы приходите домой с цветами, она к вам с блинами. Это не про вас вообще? Она это кто, простите? Она это, ну не кошка точно, супруга, девушка, близкий человек. Значит, что касается цветов и близких людей. Близкие люди, это в первую очередь люди, близкие по духу. И для меня близкие люди, это люди, которые разделяют мои убеждения. А я убежденный холостяк не побоюсь. Я все трактую так, почему? Потому что в основе моей жизненных стратегий, жизненных стратегий всех людей на этой земле, убеждения. Те люди, с которыми я по разным причинам не согласен, я стараюсь даже в споры не вступать, потому что я не хочу никого пытаться переубедить, ни в чем. Спасибо, Сергей. Спасибо. Исчерпывающе. Благодарю. Елена, вы же раньше были, насколько я понимаю, хорошей акушеркой, но потом вдруг переметнулись и стали секс-коучем. Рассказывайте женщинам о секретах идеальной ночи и игре на мужской похоти. Это так низкие зарплаты заставляют врачей сегодня путешествовать? Нет, абсолютно не так, потому что... Не так? Вы не секс-коуч? Я секс-коуч. Я имею в виду, что не низкие зарплаты заставляют это делать. Вдохновение? Вдохновение и творчество, конечно же. Когда я была в роддоме, акушерство работала, то посетила Индию. И в храме Камасутры мне заметились определенные позы, в которых... Вы что-то открыли в себе, почувствовали, что можете научить. Я открыла, мне как славянской девушке было непонятно, как можно в эту позу сесть. Ну, сесть, ладно, можно, но что в ней дальше делать? Потому что все эти позы... Наши девушки не гибкие? Они гибкие, но вся Камасутра, которая находится в Индии, да, это травматологическое отделение для нашего народа. Поэтому мне стало интересно это движение и понимать, что же все такое истинная Камасутра и для чего это все тысячи лет назад было придумано. Ответ вы нашли? Ответ я ищу до сих пор. То есть ответ это ваши сегодня сиропные тренинги по возвращению женского начала или техники? Это не сиропные тренинги, на минуточку. Эти тренинги очень большое количество женщин изменило. И изменило их в лучшую сторону. Они стали более уверенные в себе, они стали более женственные, они стали более сексуальные. Их не мужья довольны. То есть вопрос в том, что в женщинах отсутствует сексуальность. Вопрос я задаю, да. Что, что еще раз? В женщинах отсутствует сексуальность. А вы в себе открыли сексуальность? Вы все это освоили? Конечно, конечно. Я все сначала пропускаю через себя, а потом уже рассказываю все девочкам. Женщины, они не утратили свою сексуальность, они как бы... Хотят большего, хотят удивить его ста техниками, да? Не совсем еще техникам, понимаете? Удивляем ты кого сегодня? Мужчину, правильно я понимаю, не друг друга же? Удивляем своего, естественно, мужчину. Мы гармонизируем взаимоотношения между мужчиной и женщиной, потому что... Путем растяжки гармонизируем отношения? Вы не путайте, пожалуйста, йогу и то, что есть именно в сексуальном плане, какие бывают моменты. Потому что очень часто после 10-15 лет супружеской жизни наступает сексуальная скука. И девочки приходят с вопросом, что же сделать? Переодеваться или что делать? Как его удержать? Ну да, если переодевания уже не работают, какие-то моменты... А мы все-таки взрослеем, да? И есть у нас еще подрастающее поколение, и как бы мужчины... Сергей, вам интересно, я смотрю, да? Начинают на эти моменты смотреть. Интересно слушать и собеседницу у вас. Спасибо. Вот. Поэтому, конечно же, каждая женщина хочет быть богиней для своего мужчины, и она хочет быть эксклюзивной. Слушайте, а почему такие тренинги есть для женщин, а мужчины не приходят? Они не хотят, чтобы их женщине было хорошо. Почему? На сегодняшний день... К вам приходят и мужчины? Нет. На сегодняшний день есть мужские тренинги, я просто не преподаю их мужчинам. Там немного другая технология. Мой мужчина будет против, если я начну то же самое, что я преподаю женщинам, преподавать и мужчинам. Это первый момент. Чисто психологически я не могу научить мужчину, как он должен доставлять женщине удовольствие и что он хочет. То есть мужчина должен самостоятельно изучать свою женщину. Чего сегодня хочет мужчина? Мужчина хочет любви, тепла, он хочет, чтобы его дома ждали. Любовь и тепло это больше батареи. Нет, 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 не совсем. Каждый мужчина стремится в дом, где его ждут. Если его дома на пороге встречает жена, она его обнимает, а не сидит в инстаграме или в каких-то там одноклассниках контактах. А именно она встретила и его обняла. Вы этому учите? И этому тоже. Не захотелось, чтобы, например, ваша супруга изучила такие основы, нет? Я поняла, мы вернемся еще к этому в третьем раунде. Насколько сегодня вообще сексуально раскрепощены симферопольские девушки, насколько они готовы учиться, им это интересно? Смотрите, в нашей студии преподается искусство секса. Мы не преподаем порнографию или какие-то моменты, оргии и всего остального. Послушайте, а как технически? Вот приходит он к тебе домой, и ты ему, или как? Вот практически так же? Кто к кому домой приходит? Ну вот как вы технически это объясняете? Как она должна сделать так, чтобы он забыл про футбол? Есть специальные лекции, есть практики. Также мы используем энергетические техники, практики, даотские практики есть, тантрические. Когда женщина начинает понимать прежде всего себя. Она принимает себя, любит себя, гармонизирует саму себя. В чем главная проблема сегодня наших женщин? Они себя не слышат, не любят? Они себя не любят. Они себя не любят, и они не могут сгармонизировать саму себя, построить свой внутренний мир и свой внутренний источник. Пока тебя не любишь, мужика хорошего не будет, правильно я понимаю? Ну, вполне возможно, потому что только наполненная женщина привлекает мужчину. Вот чем она наполнена, то она... Много таких несчастных у вас? Ну, я бы не сказала несчастных. Ну, не нашедших себя. Женщина приходит совершенствоваться, да? То есть у вас просто курсы повышения квалификации. То, чему не научила жизнь, учите вы, да. Ну, в принципе, можно сказать и так, да. Итак, а вы феминистка? Нет. Но вы при этом за равноправие, да? Да. Конечно же, я девочкам всегда рассказываю о том, что нужно своего мужчину любить и боготворить. Вы сами замужем, правильно? Ну, правильно, по-другому вы можете чему-то научить. Итак, Сергей. Женщины уходят в бизнес и политику, а мужчины занимают свободные места в бьюти-индустрии. К примеру, стригут и красят, как это делаете вы. Близятся те времена, когда дамы будут открывать вам двери и уступать место в транспорте. Не боитесь такого? Нет, не боюсь. Почему решили стричь? Как это сегодня? Пользуйтесь спросом? Ну, довольно-таки да. В принципе, если раньше это было слабо, то сейчас очень много женщин и мужчин ухаживают за собой. Чем ножницы в ваших мужских руках отличаются от ножниц в руках женских? Тут не в том отличие... Вы же как-то по-другому понимаете. Но тут дело в том не в том, что отличие, как я их держу, а как я вижу. А это просто вспомогательный инструмент, который помогает творить то, что я хочу. То есть для вас женская прическа – это как архитектурное здание, правильно я понимаю? Да. Вы бы что-то изменили в «Девушках напротив», на ваш взгляд, как стилист? Ну, есть над чем поработать. Оксана уже готова, я смотрю, да. Есть над чем поработать, на самом деле. Все-таки есть над чем поработать, да, сегодня. Когда вы начали стричь? Первый раз с ножницей взял 9 лет. Кто это был? Кого стрик? Да. Женщина? А, это был мужчина. То есть ваше знакомство началось с мужчины? Да. Сколько лет вы уже занимаетесь этим? Где-то 12 или 13 лет. А женщины, я так понимаю, которые приходят к вам, они делятся с вами секретами, в том числе и личной жизни. Вы не чувствуете себя какой-то ущемленной, что вы не мужчина, а женщина для них как подружка? Ну, скорее всего, нет. Вас не просят совета, Сереж? Совета нет. Обычно просто делятся, но я, естественно, со своим опытом могу что-то подсказать, так как у меня обслуживаются и мужчины, и женщины. То есть я стараюсь не лезть, но если нужно, я могу ответить, и если они спрашивают у меня совета, я скажу так, как я считаю нужно. То есть вы и с теми, и с этими, правильно я понимаю? И женщины, и мужчины. Как считаете, ваш сосед Сергей, вы что-то изменили в его облике? Я думаю, что да. Вы так... Так сразу скажите, что уже. Ну, я думаю, как минимум форму стрижки нужно поменять. А может в личной жизни что-то поменять? Не считаете так? А вы знаете, иногда, кстати, со стрижки и меняется личная жизнь. Так все дело в этом. Это вряд ли. А убеждения меняются в связи со стрижкой? Дело все в том, что были некоторые случаи, когда человек, допустим, стрижется по-особому. Вот он стрижется... И жизнь сразу заиграла более яркими красками, и муж нашелся. Только перестригли, да. Серьезно? Серьезно. Слушайте, ну так... Вы колдун, просто маг и волшебник. Вы считаете, что умеете... Сергей, здесь вопрос задаю я. А вы считаете, что вы умеете обращаться с женщинами, на ваш взгляд? Вы считаете, что вы умеете обращаться с женщинами? Я считаю, что да. А какую роль себе в жизни вы отводите? Сереж, как вы себя позиционируете? Как вы себя чувствуете? Вы мужчина? Я, да. То есть я как бы приношу очаг деньги. То есть у меня как бы звено заработка. Несмотря на то, что я как бы работаю стилистом. То есть не обязательно трубы таскать, либо еще что-то делать. Можно и в этом зарабатывать хорошие деньги, обеспечивать семью. Ну, я думаю, вы и полку не прибьете, наверное, да? Конечно. Попадете в сознание, потеряете сознание. Прибьете все-таки, да, полку? Понятно, спасибо. Ксения, вы основали службу женского такси. За рулем у вас действительно дамы? Да. А в гараже механики мужчины? Нет. Так все-таки трогаться не можете без мужчин? Я сам себе механик. У вас вообще нет в вашей системе мужчин? Нет, у меня фрилансеры. Вы исключили всех? Нет, у меня фрилансеры. Это такая обида? На что обида? На мужчин? Нет, не обида на мужчин, просто от них толку. Иногда бывает, просишь, просишь, не можешь допроситься, делаешь это сам. То есть в карбюраторе женщина разбирается сегодня лучше, чем мужчина? Да. Серьезно? Да, серьезно. Я сама в этом разбираюсь. А по вашему мнению, мужчины, они нужны для чего? У вас сколько четверо детей? Только для размножения? Ну, получилось, что так. В вашей жизни? Да. У вас был культ мужчины, а потом вы поняли, что... У меня был один муж, с которым мы прожили 12 лет. Ну, так получилось, что брак распался. Я воспитываю сама четырех детей. А вот если бы вы раньше встретили Елену, то, видимо, может быть, в вашей жизни бы что-то изменилось. Навряд ли бы Елена помогла. В сексуальной практике бы привнесли что-то. Это не из-за сексуальной практики. Там нужен был другой специалист. Другого профиля. Я поняла. То есть муж просто приходил домой, ложился на диван, а вы вокруг него порхали? Нет, его зачастую не было дома. Он ездил по командировкам и так далее. И все приходилось делать мне самой. А вы себя не чувствуете мужчиной, что вы поменялись просто ролями сегодня? Нет, я не чувствую себя мужчиной. Я вполне выполняю женские функции, мужские могу тоже выполнять. Надо будет и смеситель поменять, не вопрос. То есть вы абсолютно полноценно. А что, если война? А вы в штыковую атаку пойдете? Если что, если война, что буду делать? Конечно, с удовольствием. Возьму ружье, всех перестреляю. Вы так не горячитесь, слушайте. Серьезно? Враги? Я за своих детей готова буду бороться. Знаете, на передовую пойду, потому что у меня за спиной дети. А что вы будете им рассказывать, когда они вырастут, и почему их папы нет рядом? Они почему? Они общаются с папой, но смотрят, чего добивается мама, и делают из этого выводы какие-то. Пожалуйста, есть папа. Папа не хочет общаться с детьми. Ну, не хочет, и ладно, я не запрещаю. Поэтому это уже такое. А какое отношение к мужчинам вы им передаете? Как кому? Как кому? Прежде всего. Почему? Как быкам-осминителям или как? Я об отце всегда говорю хорошо. Дети, папа там хорошо, папа то, папа это. Вы должны с ним обязательно. То есть я хорошо к мужчинам отношусь и стараюсь, чтобы дети его любили и с ним общались. То есть я никогда не говорю, что вот он такой там нехороший человек. Вы за равноправие, правильно я понимаю? Я за равноправие, конечно. То есть абсолютно равные сегодня как женщинам, так и мужчинам? Абсолютно. Почему мужчина не может, если он пришел раньше домой, приготовить ужин? Пожалуйста. Если его нету дома, он... Каба же готовил? Готовил, и убирал, и стирал, и все делал. Прям идеальный, но не сложилось. Не сложилось, да. У нас было полное равноправие в доме. Спасибо. Итак, Вадим, вопрос вам. Я начну с поэзии. Важнее казаку верный конь, чтоб степь под копытами пела. Надежный клинок да гармония, а бабы последнее дело. Вы как, тоже бабу на коне? Вам кто важнее? Если опять же обращаться к словам классика, которые вы сейчас процитировали, то Лев Николаевич Толстой в своей повести с названием «Казаки», который он написал в свою бытность прохождение службы на Кавказе, так он там высказывал такое мнение со слов горцев, со слов казаков, что, конечно, женщина на виду никогда не играла первую роль. Но на самом деле, в момент отсутствия казака, мужчины, дома, когда он все время был в походе, потому что в то время Российская империя постоянно воевала, постоянно вынуждена была. Она повышала свои позиции в турнирной таблице и... Секундочку, на секундочку, на ней держалось все. И домашний быт, и сельское хозяйство, и строительство, жилья и все остальное. В момент отсутствия мужчины как такового, как субъекта физического, естественно, все этот труд ложился на плечи женщины. Естественно, что казаки почитали женщин до такого момента, что если, допустим, такой маленький пример, по станице, по хутору, по городу шла навстречу пожилая казачка, казаки обязательно должны были и поклониться. Это традиция. Если женщина собрала в поход, собрала в армию больше трех и более сыновей... То есть это как крепкая, выносливая, и коня на скаку, и в горящую избу, правильно? Так точно. В 1710 году казачки станицы на Урской, 10 июня, это вот настоящий день, называется Бабий праздник, но это по нашему, по казачьему, показали всему миру пример того, Это когда отдыхают они, да? Как они могут защищать свои станицы в момент отсутствия мужчин. Мужчины были на очередной русско-турецкой... Просто когда армия казачьих, о которой вы говорите сегодня... ...на очередной русско-турецкой войне... А когда они чувствуют себя женщинами? В объятиях мужских. Когда мужчины берут их на руки. Когда мужчины позволят. Когда мужчины слагают им стихи и кланиваются им в ноги. Вот тогда они себя чувствуют женщинами, я так думаю. То есть получается, что главным постулатом семейных отношений всегда у вас было доубоиться... Ни в коем случае. ...жена мужа своего. Нет, никогда не было, да? Доубоиться на его расстроить. Я бы так продолжил. А что будет, если ваша жена вас расстроит? Я буду ходить расстроенным, и моя жена будет прилагать все усилия, чтобы я вышел из этого состояния. Вы можете поднять руку на женщину? Ни в коем случае. Но тем не менее... Есть много других вещей, с помощью которых мужчина может призвать женщину. Ну, скажем так, надо быть хорошим психологом. Для того, чтобы добиться своего, то, что тебе хочется от любого субъекта. Будь то воодушевленный или неводушевленный. Ну, скажем, я имею в виду животное. Зачем на женщину поднимать руку? Надо создать условия, чтобы она сама поняла, что она не права. Вот мужчины в среднем, они на 4-5 лет живут меньше, чем женщины. Так что сильный пол у нас на износ оказался слабее слабого. Потому что мужчины чуть-чуть менее рассудительны, чем женщины. Потому что мужчины всегда суют голову туда, где, простите, женщина подумает 10 раз. А мужчина, ну, как бы, я так полагаю, ну, я, конечно же, сужу по себе, что безотчетно, безответно, раз вперед в атаку кинулся, а там засада. А зачем же, если можно было вокруг обойти и посмотреть, а что там? Так надо женщину с собой брать в атаку. Ну... Она шумнее получилась. Нет, женщина пускай лучше мне подает патроны. А если вдруг что, то и... А если вдруг что, то, конечно. Бой. Она повторит подвиг казачек на Урской станице и тоже выйдет, и защитит достойно. Если вдруг я не смогу. Опять же, смотрите, всегда в момент принятия ответственных решений, женщины всегда принимают эмоциями, ну, решения то или иное. А мужчины все-таки полагаются на холодный разум. И вся наша история, вы правильно сказали, что мужчины сотворили мир. Ну, тот мир, который мы знаем. Тот в том мире, который мы знаем... Женщина умнее или глупее, получается? В каких-то областях, конечно же, есть проще быть не то, чтобы умнее. А если ваша жена придет к вам и скажет, Вадим, хочу научиться большему в сексе, что вы ей скажете? В сексе? Я скажу, родная, я тебя могу учить тому, что я сам умею. Если ты хочешь научиться чему-то большему, я порекомендую нашего оппонента. Смотри, заинтересовался, Вадим. Конечно, я как бы мне в горле пересохла, конечно. Такое бывает, оказывается. Согласен, да. А сколько вы в браке? Я в браке уже с 92-го года. Вы даже не помните уже, сколько давно это было. Ну да, то есть настолько это уже... То есть, в принципе, стоит задуматься, да? Итак, спасибо. Время второго раунда и стекло. Теперь слово судям. Так, Витя, много интересных аргументов звучало. Ваша позиция изменилась сейчас? Вы знаете, мне, конечно, понравилось, как Сеня выступала. Но наш Сергей, который с телевидением, конечно, молодец. Ну, я думаю, здесь ничья. Спасибо. Спасибо. Что скажете о позициях наших сторон? Сейчас они убедительно звучат? Ну, женщины стали говорить красивее, больше, но по смыслу они теряют. Они говорят почти то же, что, в принципе, и мужчины. Что касается мужчин, мне показалось, что происходит некоторый маленький раскол. И тоже некоторые мужчины по смыслу теряют. То есть, они тоже приравнят мужчину к женщине. Поэтому я остаюсь на стороне мужчин, ну, конкретно на стороне Сергея Менчика. Его аргументы бесподобные, безупречные. Я с ним согласна. Спасибо. Вадим, вот казаков становится все меньше, зато все больше мужчин, которые осваивают женские профессии. Может, в этом проблема, что женщины становятся сильным полом? Я бы не сказал, что казаков становится меньше. У меня родилось четыре сына, и ведь они были четырьмя казаками. Поэтому всего лишь две дочки. Поэтому я считаю, что казаков должен становиться больше. Казачество возрождается, становится на круге своя. А женщины становятся только тогда, с сильным полом, когда им это позволяет мужчины. То есть, надо быть все-таки мужчиной. Мужчиной нужно родиться, мужчиной нужно стать, и мужчиной нужно быть. И, конечно же, и женщины тогда это сразу все увидят. Сергей, а вот вы готовы дома стукнуть кулаком и показать, кто в доме хозяин, потому что ваши оппоненты, они могут это сделать. Могут это... Каким образом? Как все делают мужчины это. То есть, и ударить готовы, если что? Конечно. Ударить женщину готовы? Нет, женщину нет. Кулаком по столу, да. Сергей, а вот вы, скажите, все-таки, может, это проблема у вас, правда, из детства, и вы привыкли только использовать женщину, а вот ответственности не хотите нести за это? Дорогая Саря, мне кажется, что у меня нет никаких проблем. И мне очень жаль, что мои слова утвердили вас в обратном мнении. Я чувствую себя счастливым человеком, потому что я реализован, и, надеюсь, и впредь я буду себя чувствовать счастливым человеком. Но если встретите свою суженую, будь готовы понести ответственность за это? Если я встречу свою суженую, то, как и все люди в этой жизни, неважно, они женщины или мужчины, я готов и буду нести ответственность, потому что ответственность должен готов нести любой человек. Это не прерогатива и не привилегия ни женская, ни мужская. Спасибо. Итак, Ксения, а если в будущем все-таки женщины смогут размножаться без участия мужчин, они вымрут тогда? Ну, я имею в виду мужчин. Мужчины? Ну, так, а что вы предлагаете тогда? Ну, вот вам они понадобятся? Никаких генофонд их не сохранять или что, в пробирке держать, если они вымрут? Для размножения или для чего? Я просто не вижу, для чего нужно. Я за то, чтобы, да, был мужчина в семье, но если мужчина не несет ту функциональную сущность, которую он должен нести, то женщина вполне может обойтись и без него. То есть наличие или неналичие мужчины в семье, ну, это как бы незначительно, несуществительно. Спасибо. Елена, я так чувствую, что судьи все больше склоняются к мужской точке зрения сегодня. У вас остается последний раунд. Какие аргументы сейчас припасы? Ну, завтра же у нас 23 февраля, поэтому, конечно же, мужчины должны получить какой-то и от нас подарок. Поэтому вполне возможно, что мы им подарим победу. Хорошо. Оксана, все-таки среди стана ваших соперников пока нет раскола. И даже вот речи Сергея Минчика покоряют наших арбитров. Тем не менее, как вы считаете, может быть, в следующем раунде у вас есть шанс? Ну, вы знаете, мне кажется, вообще нисколько немножечко слова в плане воинственного настроя сегодня, потому что многие позиции мужчин, они очень близки мне, потому что я все-таки за то, что мужчина глава в семье. И женщина, она, безусловно, занимает большую роль, и, так как я сказала, и в вдохновении, и вообще в поддержании его мужественности. Поэтому мне сложно сегодня прям настраиваться очень воинственно в их сторону, потому что я люблю мужчин. Спасибо. Итак, по итогам второго раунда, опять-таки, общим решением судей, арбитры победу отдают команде в синем углу, мужчинам. Таким образом, общий счет становится 2-0 в пользу команды мужчин. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и в целом ко всей команде. Ограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судя. Итак, начинается вы, Вадим, пожалуйста, ваш вопрос женщинам. Я услышал, что наши оппоненты говорили, что они неравнодушны к мужчинам, но все-таки мы... Вам это льстит. Мы все равно далеки от идеала, поэтому хотел спросить как бы общий вопрос для всей команды. Какой он настоящий мужчина, да? Нет. Что бы вы хотели изменить в своих мужчинах для того, чтобы они стали для вас идеалом? Ну, я думаю, что для начала нужно изменить себя, чтобы понимать, что нужно изменить мужчине. Мы не способны изменить мужчину. И быстро бежать к Лене за практиками. Оксана, кстати, воспользовались бы? Я хочу сказать, что мой мужчина меня сам туда отправляет, потому что я не однажды ходила на практики к Елене. Я хочу сказать, что это работает. Друзья, это работает. Ваша жизнь изменилась существенно, да? Я не скажу, что это изменилось. Ну, да, конечно. Стало интереснее, живее, ярче. Интереснее, конечно. Живее, ярче. Отношения насыщенные. В глазах огонек. Все как надо. Поэтому я считаю, что нужно все-таки начинать с себя. Если мы хотим в мужчине воспитать мужественность, и чтобы он, как вот паровоз, шел к своим целям, в первую очередь мы должны воспитать в себе женственность. Вдохновение. Только так. А как вы воспитываете женственность в себе? Ну, кроме курсов, кроме секса. Если я в жизни, допустим, в будние дни, да, я должна все-таки обладать каким-то воинственным настроем. То есть мне нужно достигать цели, мне нужно делать планы, мне нужно там собирать команду и так далее. То, когда я прихожу домой, я должна все то, что было днем, просто выключать. Вы надеваете фартук и... Ну, дома я должна быть просто вот... Ну, это для себя я решила. Там другая роль, я поняла. Да, я должна компенсировать и держать баланс. Потому что в нас есть как и мужские, так и женские начала. И так же, как и в мужчинах есть и мужские, и женские. Ну, нам нужно грамотно их уравновесить, для того, чтобы мы не были слишком мужественные мужчины. Мужчины с мужчинами не спят, поэтому нам все-таки нужно... Нет, ну, возможно. Нет, в принципе, да, спят. Я к тому, что, ну, в семье, да, мужчина с мужчиной не спит. То есть мы должны не обладать мужскими качествами. И мужчина думает, ну, это просто мужик мой. Вам бы хотелось, чтобы ваша женщина была сильнее? Сильнее меня? Да. В определенные моменты, когда я падаю духом, она меня, конечно, поддерживает. Но быть у меня сильнее, ну, как бы, конечно же, нет. Мне бы это, как бы, мне нет. И я ощущал бы дискомфорт. То есть вы говорите, такая крепкая, упертая, и коня, и все. Но, тем не менее, все-таки слабее вас. Ну, коня, скажем так, я ей смогу установить по необходимости. А слабее, ну, пускай делает вид, что она слабее. Может быть, где-то там она и сильнее, и жмет штангу лучше, чем я. Или стреляет лучше меня там, или машины водит лучше. Но я бы хотел, чтобы она, все-таки, конечно, была женщиной, оставалась женщиной. Оставалась тем божеством, ради которого стоит жить. Тем, скажем так, прекрасным моментом. Ты женщина, этим ты права. Итак, пожалуйста, вы. Тот же вопрос. Да, вы же не ответили. Я хочу, если в рамках нашей программы есть момент такой же сказать, что разъяснить немножко вещи, которые сказала Оксана. Про женственность? Про мужчину. Мы говорим, как изменить мужчину, чтобы он был мужчиной. Мужчина не хочет спать с мужчиной. Это в плане того, что очень много сейчас... Как вы, интересно, завернули. Это совсем другая тема уже. Нет, это в плане того, что сейчас очень многие женщины, они становятся мужественными. Но сейчас проблема самая большая в том, что у нас на 10 девчонок, по статистике, дай бог, чтобы один вышел. Да и того заберут, потому что рынок мужчин. Ну, про это тоже сейчас я скажу. Момент того, что у многих женщин, которые занимают сейчас лидирующие позиции, у них есть так называемые... Так что, Сергей, вас заберут. Сергей, включаемся. Мы много обуждений. Так называемые, скажем, как бы яйца, да? И очень часто женщины, вот они просто ходят и звенят ими настолько, поэтому то, что говорила Оксана, это есть мужчина, который живет с мужчиной. И не каждый мужчина хочет, чтобы его женщина ходила и звенила по квартире тем же самым. Так мужчина просто должен соответствовать, если его женщина сильнее, то есть он дольше. Нет. Здесь как раз-таки идет момент, что хранительница очага женщина, и она должна нести в дом уют, тепло, женственность и именно гармонизацию. Слушайте, вы много счастливых женщин видите сегодня на улицах, на ваш взгляд. Когда она после восьмичасового рабочего дня забрать ребенка, бабушка забирает второго, по пути в магазин купить мужу хлеба, пива, чего-то еще, прийти убраться, нажарить ему котлет, и только когда он придет в образе добытчика, ляжет на диван, вот это истинное счастье, удел. Ну, понятное дело, что это истинное счастье, удел. Не у всех есть возможность заплатить за курсы, научиться чему-то новому. Да и просто вспомнить о том, что секс существует, понимаешь? Сейчас много бесплатных абсолютно курсов, и если женщина хочет стать женственной, она хочет вернуться к тому своему природному началу. Так кого все-таки виноват, что нет счастья, мужчина или женщина? Виноваты оба, потому что семья для этого и создается, чтобы они в этой ячейке находили компромиссы, они искали выходы, они искали варианты, чтобы мужчине было хорошо и женщине хорошо. Да, это же не только в 8 марта мужчина должен сделать женщине завтрак и все остальное. То есть 8 марта должно быть каждый день. Точно так же и женщина. Она не должна своего мужа в чем-то ограничивать или в чем-то наказывать. Позвольте цветы женщинам. Ну, я понимаю, что экономите вы на всем. Поэтому мой вопрос как-то даже звучит здесь неуместно. В зависимости все от ситуации. А бывает? Если это решает какую-то проблему, то почему бы и нет? В данном случае для решения проблем все средства хороши. Иногда это часы, иногда это натура. Простите, что? Простите то, что я сказал. Иногда это даже деньги. Вот вы не поверите. Но почему бы и нет? А вы за сексуальные практики для мужчин? Я за то, чтобы люди отличались от животных. А вот то, что я слышу... Вам дико? Вы против разнообразия? Я много раз такое слышал в разных интерпретациях, в разных подачах. Но вот когда я слышу о том, что мужчины и женщины должны возвращаться к природе, у меня складывается ощущение, что таким образом мужчины и женщины возвращаются к животному какому-то уровню. Но я за то, чтобы они оставались людьми. Я об этом говорил в начале программы и буду продолжать об этом говорить, если вы, конечно, будете мне позволять, потому что вопросы задаете здесь. Сергей, так вы против? Против чего, простите? Сексуальных практик для женщин, чтобы она чего-то там новая для себя. Нет, я может быть... Вы так категоричны просто? Нет, я не могу быть ни в чем категоричен, потому что я достаточно гибкий человек, в разных смыслах этого слова. И по моему глубокому убеждению, человеческую популяцию от вымирания спасла именно гибкость. Поэтому в тех случаях, когда это нужно, я сторонник даже сексуальных практик, поверьте. То есть все возможно? И при этом я убежденный холостяк. Поверьте, это не противоречит моим жизненным принципам. Может, в вашей жизни просто не хватает секса? Может быть, в вашей жизни его не хватает? Да нет, в моей жизни как раз-таки его хватает. Но я немножко говорила о других вещах. Я не говорила вернуться к природе, залезть на пальму и есть бананы. Я говорила о том, что у женщины есть своя природная женственность, которую они, к сожалению, забыли. Потому что сейчас есть эмансипация, феминизм и все остальные моменты. И женщина начинает ходить в штанах все время. Она начинает там прыгать, бегать везде. Но именно почему, вот мне казаки не дадут солгать, да, длинные юбки носили всегда женщины. И я вот рассказываю всегда женщинам на своих тренингах, на выездных... Снимите это немедленно. Да, в частности, у нас есть большое мероприятие Ивана Купала, когда мы ставим дресс-код и женщина должна прийти в длинной юбке. Вам какая больше женщина нравится, длинная или в короткой юбке, или размер не имеет значения, длина? Мне больше всего нравится женщина, которая не забывает в первую очередь о том, что она человек, что у нее есть определенное место в этой жизни, что у нее есть свой путь. А какая она женщина, будет решать другой человек, который чувствует себя в обществе мужчиной. Это может быть кратковременный период в течение дня, от 15 минут до 4 часов. Но вне этого контакта с другим человеком, который чувствует себя женщиной-мужчиной, я за то, чтобы женщина была человеком и не забывала на том, чем человек отличается от животного. Заниматься сексом могут и животные. А вот творить, создавать материальные и нематериальные ценности могут только люди. Если женщина считает, что, к сожалению, в этой жизни она не способна больше ни на что, она не должна забывать о том, что в этом смысле она мало чем отличается от животного. Поэтому мы преподаем культуру секса. Потому что именно культура секса и секс как искусство, и женщина должна научиться себя в этом процессе любить. Я с вами соглашусь в том моменте, что животный, природный инстинкт секса, который идет только для размножения, трехминутный, к сожалению, на сегодняшний день, или может быть еще меньше, это, конечно, составляет задуматься. И женщины приходят и говорят, а почему мы... Она хочет не только готовить, стирать, пока у мужчины высшая миссия зарабатывать. Она тоже что-то хочет, Сергей? Она тоже, может быть, что-то хочет. Но, насколько я понял, коллега многоуважаемая пытается учить своих женщин боготворить мужчин. Я против того, чтобы люди боготворили друг друга, потому что в подобном случае они, как мне кажется, опять же, отвлекаются от своего какого-то особого жизненного пути. Боготворить кого-то — это делить людей на первый-второй сорт. При этом тот, кто боготворит, он себя относит ко второму сорту. Я с этого начал. Это попахивать семейно-бытовым фашизмом — это для меня, например, примитив. А вот коллега, который говорит о сексуальной культуре, культура разная, она многопланная. Она сельскохозяйственная, она физическая, она правовая, деловая. А его невозможно перебить, только я умею. Вот с таким культуром надо изучать. Я хочу сказать, что, ну вот, допустим, я скажу на личном примере, и я знаю, что многие женщины, потому что я знаю, кто ходит в студию, они идут в первую очередь, и я в частности шла, не для того, чтобы сделать своего мужчину, ему приятно, и чтобы он прям вот боготворить его. В первую очередь я хотела получить удовольствие для себя. То есть чтобы научиться чему-то новому или каким-то ощущением, чтобы почувствовать себя в каких-то уже новых уровнях. Как мне? Мне сейчас хорошо? То есть я владела какими-то техниками? Вам сейчас хорошо, я поняла. А самое время вам ответить на вопрос, Вадима. Да, я хотела бы. Мы немножко вообще отошли от темы, сексуальные отношения и так далее. Что не хватает? Вы стесняетесь? Я нет. Холодно немножко. Что не хватает мне в мужчинах? Мне в мужчинах первое не хватает, это, конечно же, ответственности. Потому что мужчины сейчас в большинстве своем, они безответственные. Они не несут груст на себе. Они вот, да, я пришел, вот сделал, не сделал, вот хорошо, неплохо. То есть они не способны вести ответственность за детей, за какие-то материальные вещи. Вы знаете, ты говоришь, милые, там, любимые, ну, давайте что-нибудь сделаем, там, денежки. О, у нас сейчас денег нет, ну, ладно. Говорю, ну, это нужно сделать сейчас, вот сейчас, не когда-нибудь потом. Ну, подумаешь, ну, как-нибудь там наладится. Ну, ты же сама разберешься, ты же такая молодец, ты же сама разберешься. Что, экран не может поменять, прикрутить лампочку и что-то еще? Нет, то я говорю, какие-то социальные вещи. Я говорю, давай сходи. В театр не хочет с вами сходить, потому что у него работа. Сходи, говорю, там, допустим, на собрание родительское, да. Он говорит, ну, ты же там была... А зачем, если есть вы? Да, зачем? Я же говорю, поэтому, а я говорю, давай сделаем, давай ты сходишь. Ты же папа, ты же там, ну, мужчина, это... Ну, я не говорю как отношение там к определенному человеку. Я говорю, это в целом, что очень многие такие... Посмотрите, на родительское собрание приходят единицы мужчин. Они не несут ответственность. Я понимаю, да. Они не потому, что они там где-то работают, а потому, что они не хотят. Говорят, ну, жена, ну ты же там была, я там никого не знаю, я не хочу, я стесняюсь. Лучше дома там посижу, полежу на диване, я так устал после работы. Понимаете, ответственности нет, это первое. А наши женщины все прощают, прощают. Да, да, да. Самое главное, потому что мы их любим. Как только я стал ходить на родительские собрания, сразу стали включать в родительский комитет. Вот, видите. И нагрузка стала возрастать пропорционально каждому сделанному в этом каком-то событии, в этом родительском комитете. А вы готовы ходить на родительские собрания, Сереж? Как вы вообще относитесь к тому, что мужчина сегодня безответственен? Наверное, готов буду, когда будет ребенок. Что для вас ответственность? Мужская, мужская именно, да, мужская. Мужская ответственность, ну, в какой-то степени, наверное, сделать выбор определенный. Выбор? Научиться делать выбор, нет. Что женщине надеть или что и снять? Какой выбор? Выше стилист? Ну, что и надеть, и что снять. И в какое время снять? Какие сегодня проблемы у женщины наши, как вы считаете? У женщины проблемы, что они все берут в свои руки. Они не имеют покоряться. Я считаю, что сила женщины, это в ее слабости. Она должна быть мудрой, должна мужчину своего направлять. А мужчина должен действовать. Не брать в свои руки. А если вас просишь, прикрути полочку, неделю просишь, две недели, три просишь, четыре просишь. У меня не надо просить долго. Да ладно уже, поток засох, уже и полочка, это не нужно. Ну, это вы такой, ну, не все же такие. Мне кажется, тут вопрос в том, как поставить отношения в самом начале. Ну, если вы позволили, ну, на мой взгляд, мужчине обращаться так с собой с самого начала, да? Один раз позволили ему не прикрутить, то в следующий раз и все. Да, все, это стоит сделать только один раз. И потом, ну, это мое личное мнение. Сережа, вы прикручивали сколько раз полочку? Я в своей жизни постоянно что-то прикручиваю, Леночка. И, к сожалению, вот опять же мне кажется, с бояной головы как бы на здоровую перекладывается проблема. Я не вижу проблемы в том, что безответственные мужчины, с учетом того, что я вижу кучу безответственных женщин вокруг себя. Если говорить и продолжать, если продолжать тему безответственности, то, к сожалению, безответственность это, ну, болезнь 20-го, 21-го века. В чем безответственность? Во внешнем виде, в поведении, в поступках? Дело в том, что люди не понимают, где и когда они должны оказаться в тех ситуациях, когда они должны быть в определенном месте, в определенное время. И самое главное, вот Сергей... Кто-нибудь что-нибудь понял, дамы? Где это место находится, скажите, где должна быть женщина или селю? Где ваше место женщины? Где ваше место, я примерно догадываюсь, раз вы сексуальными практиками занимаетесь. Но мне кажется, что место человека... А вас зацепило, Сергей, я смотрю. Нет. Как-то возвращаясь к этому месту и возвращаясь. О одной простой причине. Я просто не могу закончить собственную мысль. Так как только вы мне это позволите, я продвинусь немного дальше в своих рассуждениях. Вы как грибоеда. К сожалению, нет, мне не хватает выдержки, увы и ах. Человек должен и женщина, и мужчина уметь в первую очередь делать выбор в этой жизни между добром и злом. И когда он не понимает, что в любой жизненной ситуации он, не важно это полочка или не важно это общение с другим человеком, он делает именно этот выбор между добром и злом. Вот это и признак безответственности, когда человек не отдает себе отчет. Понимаете, как будто вы пишете роман на попе. Сергей, я вынуждена вас прервать. Спасибо большое, Леночка. А можно еще по поводу ответственности? Девушки, пожалуйста. Да. По поводу ответственности. Вот смотрите, мужчины, ответственность рождения ребенка. Смотрите, очень много одиноких мам. Где ответственность мужчин, которые должны брать на себя эту роль, да? Хотя бы, ладно, я не хочу на тебя там жениться, не будем. Ну, 5 миллионов в России. Да, заботиться об этом ребенке у нас одинокие мамы. Где ваша ответственность? Сергей, вот ваша ответственность? Где вот, если вы там где-то в нужном месте не попались? А Сергей, он на чайлд-фри, я так понимаю. Или будет суррогатную мать искать в будущем? Я чайлд-фри по той причине, что я убежденный холостяк, и я считаю, что если... Но вы, наверное, просто не можете обеспечить своих детей. Я считаю, что в данный момент, поскольку я сосредоточен на некоторых других вещах, я бы стал плохим отцом. И я не играю в такие игры, где я плох. Человек признает, что он слаб с самого начала. А если так случится, вот воля судьбы случится, что вы делаете? У вас четверо детей? У меня четверо детей. У вас, к сожалению, так случилось. Я в своей жизни старался делать... Нет, у меня не к сожалению, у меня к счастью так случилось. И мы планировали эти детей. Хорошо, слава богу, как говорится, в моей жизни я совершал поступки, исходя из осознания того, что могут быть последствия, которые нарушат мой привычный ход жизни. Сергей Русист, ты кандидат в филологических наук, я думаю, вы уже это поняли. Я этого не допустил. Судя по всему, у него еще квадратный дом с полным минимализмом и местом отведен специально для женщины, которая приходит иногда для секса. Вы понимаете, как женщина в вас заинтересована? Нет, я этого не понял. Даже интересно, как ваш уклад в жизни, Сергей. Мой вклад в жизни... Уклад, уклад. Я думаю, про уклад мы до утра будем рассказывать. Итак, вопрос от вашей команды. Пожалуйста, Вадим, вы получили ответ на свой вопрос? Да, да. Я бы хотел только один маленький момент поддержать все-таки члена своей команды, со своей стороны. Просто философская мысль так далеко завернулась. У Сергея, да. Ну, мне кажется, что проще всего, ну, опускаясь чуть-чуть ниже уровнем, гораздо проще, человек, ну, коллега хотел сказать, нет, что у каждого из нас, у мужчины отдельно, у женщины отдельно, есть своя предназначенная физиология, ее естественная роль. Мужская, это добытчик, это охранник, это там, что хотите, воин, там, защитник, а женщина все-таки это семейный очаг. Если кто-то начинает эти роли менять или путать, ну, тут и начинает возникать дисбаланс или какой-то диссонанс в отношениях, которые... То есть берем каждое по сковородке и на кухню, которая переключается потом на воспитание детей. Вы посмотрите, что творится у нас в воспитании детей. Те же одинокие мамы, они же никогда сыну не привьют тех качеств... Вы хотите сказать, что Ксения плохо воспитывает своих детей? Тех качеств, которые обязан прививать отец своему... Так он в беженную рыбалку с ними, скажите, поверьте. ...своему сыну. И если сыну только мама будет рассказывать, как надо защищать родину, а не будет показывать этот пример, то в итоге сын выращен. Ну, кроме казаков никто не расскажет, я понимаю, да. А при чем здесь? А вы научите детей, Ксении? Ну, надо познакомиться, пообщаться, почему бы нет? Почему бы нет? Вопрос. Можно вам вопрос? Хорошо, скажите. Ну, я так поняла, у Сергея нету второй половины. А у вас нет второй половины? Вы ответили, да, на этот вопрос? Ну, он говорил, что... Нет, я на него не ответил, потому что вы мне не дали слова. Мне можно ответить? Спасибо, Леночка. Да, я отвечаю, у меня нет второй половины. Спасибо. Спасибо, мы уже это и так поняли. Теперь больше вопрос к вам. Ну, и вам на будущее. Смотрите. Как сказать. У вас жены, если они работают или сидят дома? Вдруг случится. Да. И если они у вас сидят дома, то вопрос в следующем. Смотрите. Вы, будучи когда-то там холостым, да, еще не женатым, без второй половины, приглашали к себе домой добротницу, которая вам готовила, стирала, убирала. Вы за это ей платили деньги. Какие-то, никакие-то деньги. Сейчас же, особенно вы, предлагаете, чтобы женщина сидела дома со сковородкой, готовила. И при этом всем, да, это труд неоплачиваемый. И улыбалась. И всегда была рада. И после этого еще вы должны прийти домой, и я должна вас так встретить. Выполнить свою социальную роль, да. Да, да. Вот смотрите, почему женщину не освободить от вот этого домашнего быта, да, пусть это наемность. А кто мести будет? Наемный человек этим всем занимается, а женщина в себе, утверждается сама в себе. Если ей нравится ходить на работу, пускай ходит. Если ей нравится там где-то вышивать, пускай в собак. В общем, ваш вопрос в том, чтобы заменить жену на домработницу? Нет. Заменить функцию, правильно? Обязанности, вот эти, облегчить ей жизнь. Просто понимаете, чтобы сковородки, вот это все, вот этот вот рутинный быт, который вот убивает. Есть, посудомоечная машина, комбайн. В общем, мужчины, как будем помогать женщинам? Ну, как-то вопрос, как бы, не совсем, я считаю, что в тему, потому что... Женщине тяжело на кухне, ей тяжело мыть полы. Уровень современной технологии, развития технологии позволяет заменить женщину, абсолютно верно, вы говорите, на шикарный пылесос, которым я могу работать. Так все-таки вы можете работать пылесосом? Конечно могу, я же не говорю, что я не могу. Меня с малолетства воспитывали, что один раз в неделю я взять, обязан взять ковер, веник, подмести в квартиру, убрать, пропылесосить. Это моя обязанность, которая до сих пор я практикую, как бы, учу этим своих сыновей. Точно так же, как своим дочерям, я говорю, дочка, сегодня лошадь ценой, пойдешь объезжать ты, не сына ты, потому что тебе я больше доверяю. У тебя к этой лошади более свойственный подход. Или козочек доить, может дочка, а может сын, это вообще никаких, никаких не имеет значения. Поэтому я еще раз говорю, что везде важно соблюдать принцип разумности. То есть если есть какая-то философия жизни, то надо ее принимать и воспринимать. И ни в коем случае не идти против своего естества. Нельзя жить мужчине с женщиной. Отставить. Нельзя жить мужчине с мужчиной. Нельзя жить женщиной с женщиной. Ничего хорошего от таких браков, или однополых, или как хотите назвать. Вы категорично против, я понимаю. Не будет категорически против, потому что это противоестественно. У нас был самый лучший наглядный пример. Это Великая Римская империя, которая развалилась именно по этим причинам. Потому что если смотреть в глубину истории, все империи падали от этого. Когда начинаешь нарушать свои противоестественные свои обязательства. Обязанность перед природой и перед Богом. Спасибо. Сергей, как вы помогаете своей женщине убираться в доме? У меня горничная. Вот Сергей зарабатывает стилист, нынче зарабатывает неплохо. А жена чем занимается? Это девушка, будешь сказать. Ну, девушка чем она занимается? Работает. Работает. Все-таки она работает. Видите, она дома не сидит. Все-таки бывает. Бывает же. Бывает же. Борщ она умеет готовить. Очень вкусно. Это никто не осуждает. И в ресторан мы ходим, в кафе. Но по дому дела у нас делают горничная. Стирают, убирают. Браво. Лена, можно я отвечу на вопрос, несмотря на то, что у меня нет второй половины? Спасибо. Вы любите стирать? Нет. Да, я отвечаю на вопрос. У меня нет второй половины, но это не говорит о том, что они помогают чужим. Вторым половином. А, ох, замечательно. Вот тут все и началось. И чужим вторым. Каннаут. Итак. Вам интересно? Это слово, Сергей. Загорелись все в этой сфере. Вторым, чужим вторым половином. Я помогаю добрым словом и добрым делом. Иногда в жизни женщины возникают ситуации, когда дело не в полочке, не в мусоре и не в борще. И даже не в сексе, вы не поверите, Леночка. Но дело в том, что рядом некому сказать правильные слова. Вот я рад слышать благодарность. Вы говорите с женщинами, правильно я понимаю? Я стараюсь говорить с людьми. Это, естественно, для человека, который живет в социуме. Спасибо, Леночка. Нет, а можно заполнить ваш вопрос? Вашу будущую половинку вы оставите дома или отправите на работу? А вы с каким-то прицелом? Конечно. Я считаю, что человек, которому судилось в будущем, условно-гипотетически быть моей второй половинкой, для него самореализация творческая в жизни, неважно, может, она не совсем творческая, производственная, это естественно, потому что это естественно для любого человека. И если человек хочет и может что-то делать, иногда он хочет, но не может, слава Богу, это говорит о том, что в жизни этого человека проблем не будет, я, естественно, не буду их создавать. То есть вы ее отправите на работу, при этом должна еще будет делать все то, что подумаешь, что обязана делать, правильно? А вы в это время будете заниматься своими. Я считаю, что в этой жизни никто никому ничем не обязан. Я считаю, что в этой жизни все происходит, как Господь Бог управит. Если она не хочет мести, я думаю, что рядом с ней будут те, кто это делает. Дело не в вене и не в полочке, не перекручено. Тем более не в каких-то бытовых мелочах. Знаете, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. Итак, вопрос от вашей команды, пожалуйста, задавайте свой вопрос, Сергей. Когда как? Вопрос. Я хотел бы задать вопрос, если вы будете на себе экономить, мужчины от вас уйдут или нет? Естественно, если женщина на себе экономит, то на ней начинают экономить все окружающие, в том числе и Вселенная. Если женщина неправильно желает, задает вопросы и подарки, как сейчас есть такое направление, мы отправляем запросы со Вселенной, они должны нам вернуться. Если женщина мало будет чего хотеть, я не говорю, что она требует от мужчины, а именно просто хочет, ей ничего и Вселенная не подарит. Точно так же, если она себя в чем-то будет ограничивать, допустим, я иду и хочу мороженка, но я его себе не куплю, потому что по каким-то причинам. Потому что нужно, чтобы муж. Вот. То, естественно, мы себя ограничиваем, и Вселенная нам посылает тех же самых таких же людей, окружения, которые будут... На чем вы не экономите? Я на себе не экономлю. А Сереж говорит, что вам бы неплохо было бы все-таки обратиться к стилисту, что-то изменить. Что бы вы изменили? Ну, скорее всего, цвет. Цвет волос. Какой цвет? И немножечко стрижку. Цвет и немножечко стрижку. Какой цвет? Какой цвет? Это бесплатная консультация. Я бы, наверное, блонд сделал. Ну, я была блондом всю свою жизнь. Последние три месяца. На чем мне экономите вы? Я хочу просто дополнить сначала ответ, точнее, ну, на вопрос Сергея. Я бы сказала, вот Сергей сказал, уйдет ли девушка от него, если она будет экономить на себе. Я бы не сказала, что мужчина уйдет от этого, да, от того, что она будет экономить на себе. Но то, что он начнет значительно меньше зарабатывать, и, ну, у него будет доход меньше, это прям 100%, потому что, ну, ей будет достаточно. Он будет думать, ну, ну, если это достаточно, ну, как бы в кафе мы не пойдем, там, туда мы не пойдем. Ну, купим лучше где-нибудь, там, за 200 рублей какие-нибудь тапочки, не за 2000. Ну, как бы этого достаточно. Все, и уровень его дохода однозначно сразу упадет. То есть женщина должна позволять себе, в первую очередь, желать какие-то, ну, то есть покупки, выходы, благости, да, и тогда и мужчина будет, соответственно, расти. Только рост у него произойдет, ну, только благодаря этому. А я хочу сказать, смотря для какой цели экономить. Если это какая-то глобальная, понимаете, краткосрочная, да, экономия, что вот мы там собираем на какую-нибудь там на машину, да, там, любимая, любимая, давай мы там поэкономим сейчас немножко на тебе, на мне, на себе, чтобы вот добиться какой-то цели. А вы позволите мужу сказать такое? Почему? Мы же за равноправие. Если он будет на себе экономить, я на себе, и это пойдет... Ну, не должен, он просто больше зарабатывает. А если он не может больше зарабатывать? А зачем такой мужик? Ну, хорошо, если он начнет больше зарабатывать, он начнет больше уставать, он начнет меньше внимания уделять жене. Но потребности же растут. Ну, потребности разные бывают. Если он не может заработать, значит, пойдете вы работать. А я и так работаю. А я и так работаю. Я его жалею, где-то мужчину жалею. Потому что они более, знаете, они более как дети. Они более тяжело переносят все вот эти, вы знаете, особенно безработицы. Тяжело переносят? Безработицу они тяжело переносят. Вот, кстати, женщина намного стрессоустойчивее. Вот вы пойдете полы мыть, а он лежит на диван. Он говорит, что я за тем более того уровня заработной платы, которая у него была до этого, если он не может его добиться, он говорит, я за рубль не пойду работать, эта работа вообще какая-то такая, ну, неоплачиваемая. Я говорю, ну, пойди их вот за 2 тысячи там поработай, принеси какие-то. Ой, нет, ты что, не-не-не, это не для меня, я не могу, не хочу. Очень много таких мужчин-то вот, вы тут, да, такие хорошие стоите, а очень много мужчин, посмотрите, да, он экономит. Смотрите, очень много мужчин, которые действительно, они боятся идти на какую-то низкоплачиваемую работу, хотя бы временно. Хотя низкоплачиваемый потом идет выше, выше, и выше, и выше, да, можно добиться любых высот, если себя верит. Но мужчины в своем, я же говорю, они вот все, они умерли, лежат на диванчике, все, вот мне так плохо, вот я без работы, и ничего я не могу сделать с этим. Вы хотите обратиться за помощью? Что делать с этим? Как мужика поднять с дивана? Вот как мужика поднять с дивана? Как вы? Будет идти и вата, предупреждаю. Я можно, да, буду говорить? Спасибо. Пожалуйста. Поднять человека, чей путь в жизни лежать, я думаю, не сможет никто. И, к сожалению, здесь не поможет ни помощь психолога, ни сексопатолога. Может быть, это просто не ваш человек. Предлагаете вынести его вместе с диваном? Я предлагаю в этой жизни думать головой, которая женщинам дана не только для того, чтобы говорить или есть в нее, а иногда для того, чтобы думать. Спасибо. Спасибо, Сергей. Кто еще не... А, Сергей, ваш вопрос. Мой вопрос или вопрос Сергея? Просто мы оба Сергея, если вы не заметили. Не заметила. Пожалуйста, отвечайте на вопрос. Я по совокупности моих наблюдений... Вы задаете или отвечаете? Я задаю свой вопрос. По совокупности своих наблюдений над тем, что коллеги сказали в начале передачи, я обратил внимание на несколько ключевых позиций. было сказано о том, что мы уже не слабый пол, но мы прекрасный пол. Первое. Второе было сказано о том, что секс может спасти семью. И третье было сказано, что женщина должна заниматься творчеством, а мужчина провоз, который идет к цели. В связи с этим у меня солидарный вопрос... Сергей, вы работаете на телевидении, вы знаете, что на вопрос отвалится очень короткий промежуток времени. Пожалуйста, формулируйте четче. Спасибо большое, Елена. Я, собственно, подошел уже непосредственно к артикуляции своего вопроса. Я задам его солидарно. Как у логопеда, да, Сергей? Исходя из сказанного мной. Значит ли это, что если женщины прекрасный пол, то мужчины это ужасный пол? Второе. Если мужчина должен быть паровозом, идущим к цели, а женщина заниматься творчеством, значит ли это, что мужчина не должен заниматься творчеством, а женщина не должна идти к своей цели, может быть, даже не иметь ее? И третий вопрос. Прошу ответить всех коллег. Если в семье нету доверия и уважения, может ли эту семью спасти секс? Спасибо. Так, курс искрочтения, пожалуйста. Смотрите, вы, пожалуйста, поподробнее с первого, второго и третьего так много говорили, чтобы с вопроса сразу не запомнишь. Первый вопрос на то, что вы говорили, да, там прекрасный пол, то вы ужасный пол. Нет, вы просто чуть менее прекрасный, понимаете? Мы лучше, чем вы. Немножко, но лучше. Второй вопрос был по поводу того, что паровоз, да? Паровоз, если мужчина это паровоз, да, то женщина должна за ним идти... Что она должна делать? Вдохновлять. Вдохновлять его, да, должна. Опять должна, да. Опять должна. Должна. Все должна. Почему женщина хочет делать, хочет не делать? Вот вы паровоз, если вы впряглись в эту упряжку, да, и вы паровоз взяли на себе эту цель, то... Я задал другой вопрос. Значит ли это, что у женщины не должно быть своей цели? Если мужчина паровоз? Вот что я имел в виду. Нет, если эта цель... Вы запутали сами в своих мыслях. Запутали вы себя в своих мыслях. А я задал вопрос предельно четко, сказав о том, что если женщина занимается творчеством, значит ли это, что мужчина не должен заниматься творчеством. Ну, и если мужчина идет к своей цели, значит ли это, что у женщины в жизни не должно быть никакой цели? Можно я уже второй раз? Да, я спаситель ситуации. Я хочу сказать, что и у мужчины, и у женщины однозначно должны быть цели. Они есть, ну, я уверена, у каждого человека. Просто у кого-то они глобальны, у кого-то они менее какие-то интересные. Мужчина творчеством также должен заниматься. Мы должны позволить мужчинам быть другими. Мы не должны навешивать им свои какие-то убеждения, свои какие-то, не знаю, там, достижения цели и так далее. Он также отдельный человек, который... Простите, а без вас мужчина не разберется, какими ему... Так я же говорю, ему нужно просто позволить быть самим собой. Вы говорите о том, что вы должны вдохновлять, вы должны позволить. Не кажется ли вам, что вы слишком много берете на себя? Мужчина без вас все поймет. Может быть, просто вам приходилось иметь дело с теми, кто нуждается в вашем одобрении, в вашем разрешении? Я хочу сказать, что я в успешном браке, и мы очень любим супругам друг друга, и я уверена, что, возможно, он и без меня достигнет тех целей, которые он себе поставил на жизнь, они у него очень глобальны. Но я уверена, что как женщина я его вдохновляю, чтобы он двигался быстрее и чтобы он, ну, как-то ширил масштабнее. Потому что если ему будут говорить приятные слова... Я поняла, вы введете этот состав, пожалуйста, ответ. Я хочу ответить на третий вопрос, который вы задали. Конечно, он вам ближе. Было бы неплохо, если бы на первые два тоже. Спасибо. Поддерживаю Оксану. У мужчины должна быть своя цель, в которую он идет. Но если это семейные отношения, у них цель должна быть единая. Если у мужчины есть цель, а у женщины нет, то это, простите, тогда уже не семья. И они не будут никаким направлением двигаться вперед. Они будут отставать друг от друга. Спасет ли брак? Вот секс. Если есть уважение, нет. Вот это был третий вопрос. Нет, он сначала сказал ответить на предыдущие два, поэтому я... Я много чего сказал, и вы не ответили на первый, кстати говоря. Женщины прекрасный пол, а мужчины кто, простите? Мужчины это те, которые любят этот прекрасный пол. Секундочку, мы же когда... А вы делите на первый и второй сорт, насколько я понимаю... Нет, мы не делим ни на первый, ни на второй. Вы же говорите о том, что вы не слабы, значит, другие слабы. Вы говорите о том, что вы прекрасны, значит, другие, надо полагать, ужасны. Вы, используя такие формулировки, изначально задаете определенный принцип. разделения людей на первый и второй сорт. Может быть проблема и ваших клиентов, в том числе, что они следуют в жизни... Ему не хочется быть вторым сортом, он почувствовал себя прознолекцией. Если рассматривать мир, нет добра и два, которые вы начали говорить, что мир делится на белое, мир делится на черное, на добро и на зло. Как вы определили, что это белое или что это черное? Никто на разу не сказали о том, что есть первый и второй сорт. Что значит первый и второй сорт? Для вас, я понимаю, люди, люди, женщин, мужчин нет, вы не делите себя. Вы все время говорите о том, что у вас определенные есть убеждения. Простите, есть такая, знаете, в Индии пословица, который маленький слоненок, его привязали там ниточкой к большому столбу. А вы ответьте на вопрос-то. Не-не-не, про ниточку и слоненка можно... И когда он вырастает, он к этому же столбу с ниточкой привязан, и он убежден, что эта веревочка за этот столб его держит. Хотя этот же слон поднимает огромные... Хотите почувствовать себя слоненком, Сергей. То есть ваши убеждения совершенно такие же. Мне кажется, что здесь слонятами себя чувствуют все, кто начинает верить в то, что семья вращается вокруг секса. Не кажется ли вам что-то слоненок вы? Нет, неправильно. Я об этом не говорила. Вы же знаете, что у людей, у которых есть проблемы с фантазией, они пытаются приложить свою проблему на чужую... Какую фантазию? Подождите, давайте мы не будем фантазии прикладывать. Конечно, мы не будем этим заниматься. Я не говорила о том, что есть проблемы. Я говорила о том, что есть гармонизация взаимоотношений в семье. Я согласна с вами, что если нет доверия, если нет понимания принятия друг друга, то брак развалится, и секс его никогда не спасет. Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Спасибо, Леночка. Без секса не будет брак. Нет, без секса он будет, его не будет без уважения и доверия. Оказывается, все со мной согласны, Леночка. Вы проморгали самый главный вывод нашей программы. Вашей программы. Вы же не задавали вопросы. Конечно. Итак, пожалуйста, кто еще не задавал свои вопросы? А, я не задавала вопросы, но в принципе уже очень много было озвучено. Может быть, как-то... Коротко, да, каждый из мужчин ответит. Говорят, ну вот есть такое выражение, да, что за каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина. Вот у вас есть большие глобальные масштабные цели в жизни, и как вы считаете, сможете ли вы к ним прийти, если рядом с вами не будет той мудрой женщины? Сергей просто очень хочет на мое место, я уже чувствую. Так, Сергей, пожалуйста, вы переплюнете Грибоедова все-таки? Значит, по Грибоедову мы не будем... К чему вы идете? Спасибо. В чем ваш большой... Вот вы только что продумали мою фразу, мы не будем Грибоедова касаться. Для тех, кто не понимает, я защищал диссертацию, посвященную Грибоедову, но мы сейчас... Вот оно, ну наконец-то, хоть в конце программы! Поздравляю! Спасибо, это было давно, 9 лет назад, поэтому сейчас не об этом. Я считаю, что цель в жизни человек либо может увидеть, либо не может увидеть. О своей цели я стараюсь не распространяться, потому что я так воспитан, я не выставляю на показ те вещи, которые имеют для меня значение. А если что-то я выставляю на показ, стало быть, это не имеет для меня значения. И я не хочу тратить, естественно, время, коллег, уважаемых телезрителей, вашей Леночкой. Спасибо, вы не ответили на вопрос, пожалуйста. Сергей, ваша цель? Я считаю, что да. Что да? У вас есть цель? За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Поэтому я думаю, что в любом случае, если есть взаимопонимание, большой успех. У семьи большой успех. Ваша цель? Мужская. В глобальном масштабе это, конечно же, мир во всем мире. И женщина здесь ни при чем. Это мое внутреннее естество, мое внутреннее понимание. А если для себя, для любимого, для личного, маленькая, своя, маленькая, тепленькая, светлая, очень, ну, для себя цель, то, конечно же, тут без женщины не обойтись. Она меня вдохновляет, она меня понуждает, она иногда мне подсказывает, как лучше сделать. Она наполняет парус в том корабле, которым я управляю. Так все-таки мир во всем мире без женщин? Ни в коем случае. Останетесь Сергеем и Сергеем? Нет, ни в коем случае. Без женщин жить на свете нельзя, не получается. Итак, спасибо. Наше время и стекло. Третий решающий раунд завершен. Мы ждем окончательного решения. Судьи, господа, у вас буквально 10 секунд. Обсуждение сегодня было интересное. Вы все-таки пришли к какой-то определенной точке зрения сегодня? Очень интересно было. Конечно, Серега молодец. Серега! Он сделал этот день сегодня. Молодец. Спасибо. Ольга, к какому выводу могут прийти наши телезрители сегодня, услышав вот эти точки зрения? Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки женщины сдались, только сами этого не заметили. А те, кто все-таки остался за равноправие, они больше говорили об обиде на мужчин. И это, конечно, заметно слушателями и телезрителям. Мужчины были, конечно, молодцы. Их аргументы убедительны. И, в принципе, вдохновляет то, что, скорее всего, мужчин сильных больше. И они все-таки победили сегодня в этой передаче. Так, наверное, в жизни еще покажут свою силу и реабилитируются. Спасибо. Итак, сейчас мы узнаем, кто же одержал победу в этой гендерной схватке. Судьи сделали свой выбор. И единогласным решением арбитра в этом поединке победа со счетом 3-0 присуждается мужчинам. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона извлечет уроки сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». И все будет жестко. Редактор субтитров А.Семкин